добрый день дорогие зрители и подписчики и решил я сделал для вас обзор вот этой вот приставочки приставка smart tv box модель q7 что я могу сказать по этой приставке покупалась она где-то месяц назад работает отлично нареканий нету как она комплект поставки значит поставлялась она вот в этой коробке то есть упакована была нормально можно было в подарок еще как то вот в такой коробке в комплекте шел пульт пульт очень неудобно и не знаю здесь без аэромыши никак не обойтись вот такой вот кабель и в принципе все еще я дополнительно купил к этой приставки вот такую аэро клавиатуру мыши аэро джойстик можно сказать тоже удобнее в нем немножко поподробнее потом вставлялся вот такой коробке то есть подходит он к любым android устройством компьютером ко всему здесь клавиатура тачпад и джойстики то есть можно играть и набирать текст что есть на самой приставки есть вход под интернет hdmi вход usb вход а тг вход вот этот вход в аут это вот подойти штыкира как раз и вход для питания значит еще раз скажу значит 8 гигабайт оперативной 1 гигабайт оперативной памяти 8 гигабайт встроенной памяти но на самом деле 8 гигабайт там нету поскольку занимает часть сама платформа android в общем там получается 35 гигабайта но приступим к тесту ну так вот перешли мы за экран телевизора управляя вот этим джойстиком что тем пультом который шел в комплекте управлять не могу то не знаю не получается у меня и все по дурному он сделал что я могу сказать о подключении подключала через hdmi провод hdmi провод в комплекте не идет подключать к интернету можно как через вай фай так и через шнур то есть у кого что есть кто-то может через вай фай раздачу сделать кто-то через шнур подключить это кому как удобно я через шнур подключаю что по системным требованиям значит что нам показывает antutu antutu нам показывает что разрешение 1280 на 720 значит оперативной памяти 1024 память отданная под саму систему android 1 97 и свободный память 355 то есть о чем я и говорил что 2 гигабайта у них где-то потеряно ну и бог с ними самое главное работает приставка есть процессор 1 4 герца заявлено 1 из 6 в принципе тоже не важно скорость достаточно много предустановленных программ многие я установил но это установил ради эксперимента мне в принципе браузера хватает поставил айпи тв поставил youtube здесь уже был skype кстати проверял работает устанавливал камеру но я эту приставку в основном использую для того чтобы смотреть телевидение телевидение фильмы я смотрю через май хит работает быстро ничего не подвисает работает превосходно то есть я не жалуюсь у меня раньше была другая приставочка icon beat с ней было проблематичнее она зависала здесь такого нету здесь не зависает но это исключение это в начале фильма такое происходит с ней в принципе все что еще можно сказать можно подключать внешнего usb устройства допустим внешний жесткий диск также поставил есть вот онлайн радио в принципе для домашнего использования очень хорошая приставка я рекомендую рекомендовал уже друзьям рекомендую всем что приставка хорошая и недорогая все всем спасибо подписывайтесь на мой канал будут еще обзоры завтра поеду за двт тюнером так что отключила кабельное телевидение буду ставить антенну через двт тюнер все будет и на него обзор всем спасибо ставим лайки обсуждаем комментируем до свидания